Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К коллективу пришла его знакомая, дизайнер интерьеров Вера Коржикова. Ух ты, хорошо устроился. А ремонт тебе, кстати, не нужен? Да вроде бы нет, пока не задумался. Ты бы худела, прекрасно выглядишь. Спасибо. Ко мне-то какими судьбами? Случилось что? Ты знаешь, Леш, я к тебе из-за дочки своей пришла. С ней что-то происходит. Она по ночам все время плачет, молчит. Парня своего бросила. Причем, ты знаешь, мальчик такой хороший. И вежливый, и воспитанный. На программиста учится. Не знаю. А вчера я к ней ноутбук залезла. Ты знаешь, что она там искала? Можно ли забеременеть на первом свидании? Подожди, подожди. Ты думаешь, что она беременна, что ли? Не знаю. Она молчит все время. Она такая скрытная стала. Леш, а вдруг не она его, а он ее бросил, а? А вдруг он ее на борт гонит? Так, 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 давай, не будем нагнетать. Пойдем уже чай поперем. В это время помощники устроили генеральную уборку в своей машине. Да ну все, хорош уже. И так все блестит. Так, вот чай. Спасибо. Ну и давай рассказывай все поподробнее. Ну, короче, я в ипотеку влезла. Ух ты, бедолага. Что, уже из банка звонят? Знаешь, Вера, а я могу тебе помочь. У меня знакомые новый офис взяли. Им там как раз нужен ремонт. Позвоню, договорюсь. Спасибо, Леша, за знакомых, конечно, но это еще не все проблемы. Короче, мой бригадир, у которого я работаю, Денис Бурдасов, говорит, что я у клиентов сломала джакузи. А я вообще ее не трогала. Подожди, он тебя в чем-то обвиняет? Штраф на тебя повесил, что ли? 150 тысяч. Ничего себе. Ну, давай я с ним поговорю. Леша, ты мне с дочкой лучше помоги. С ипотекой, с Денисом, с работой. Я сама как-нибудь разберусь. Ну, разберемся, поможем, конечно, присмотрим за твоей машиной. Вот, кстати, познакомься мои помощники, Наташа и Рома. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, очень приятно. Значит так, у нас новое дело. Устанавливаем наблюдение за девочкой. Зовут ее Маша Коржикова, 16 лет. Учится она? В первой школе. У нее как раз через час должны занятия закончиться. И я могу фото ее переслать. Все, поняли? Ясно. Так, а меня интересует ноутбук твоей дочери. Давай, чай допивай, поедем. Поедем. Помощники вели наблюдение у школы, где училась Маша Коржикова. Вон она идет. Да вижу. Это она с этим парнем встречается? Не знаю. Давай послушаем. Артем, ты только не психуй. Здесь твои подарки. Слушай, ты мне что, окончательно добить хочешь, а? Артем, я не буду их ранить. Дело не в тебе. Давай ты просто возьмешь это, и мы разойдемся. Хорошо? Нет. Слушай, может она просто глупая и гордая? Не знаю. Давай разделимся. Ты за Машей, а я за Артема. Хорошо. Леш, ну я не знаю, нет нигде ноутбука. Ну, может она школу с собой взяла доклад делать или там презентация? Да нет, какая презентация? У них сегодня экзамены контрольные целый день. Ну, может, хотела на перемене с подругой кино посмотреть? Привет, подруга. Держи в залог, как договаривались. Помощница детектива продолжила наблюдение за Машей. Вот твои пять штук. А вернешь? Да. Сегодня вечером верну. Ну, точнее, завтра утром. Ладно, пока. Пока. Алло, Артем, привет. Да, Маша ноутбук у меня. Давай встретимся в кафе, где мы тогда с тобой болтали. Твоя Маша купила белье. Хочешь взглянуть? Машка это купила? Господи, да это же униформа какая-то для проститутки. Она что, совсем с ума сошла? Извини. Алло. Тем, а я ради тебя подругу предаю. Слушай, Катя, не убни-ка ты мне под руку. Тем, а ты хакер? Да ладно тебе. Я просто знаю пару фокусов. Так. Так, сейчас попробую зайти по другим админам. А Машка дала объявление в разделе «Личная жизнь». Шестнадцатилетняя девственница желает обсудить проблемы личной жизни с человеком, который способен ее понять и оценить. Цена вопроса – сто пятьдесят тысяч рублей. Ну вот, как говорила, занята. Хорошо выглядишь. Давай покороче. Что ты хотел? Хотел по поводу матери твоей поговорить. Когда она мне деньги собирается платить? А почему бы тебе ей не позвонить? А почему бы тебе не сделать так, чтобы у мамы было одной проблемой меньше? Завтра утром получишь свои деньги. А их ночью на пятятый? Не твое дело. Что, обломился? Хотел, чтобы я к тебе прибежала, да? Ну, а что, мы бы все уладили. Да лучше с бомжом привокзальным улаживать, чем с тобой. Ну, не зарекайся. Ты еще ко мне прибежишь. Да пошел. Маша-то, я встречалась вот с этим парнем, разговаривала про твой долг и мне его не называла. Посмотри. Так это же Денис Бурдасов, мой бригадир, про которого я тебе рассказывала. Который тебя штрафовал на 150 тысяч. Ну да. Я теперь понимаю, почему. Поздравляю. Ему Маша твоя нравится. Вот сколько раз я ей говорила, чтобы она перестала в этих юбках коротких таскаться. А ей все хихи да ха-ха. Значит, этот Денис запал на твою Машу, наложил на тебя штраф, а Маша решила действовать по принципу. С кем попал, только не с ним. Я ей сейчас позвоню. А у Машки сегодня свидание. Да. С каким-то Глебом. А завтра он ей отстегнет 150 тысяч рублей. Слушай, интересно, а где они встретятся? Ничего себе, они уже целую неделю переписываются. И она ему все рассказывает. И про мать. И про долг. И про тебя. Про то, что ты еще маленький мальчик, у тебя нет денег. А я так не считаю. Тем, ты куда собрался? В полицию. Какую полицию? Мне Машка его в залог дала. В залог дала, да? Слушай, считай, что я его у тебя выкупил. Какую выкупил? Ты все неправильно понял. Я как раз таки все понял правильно. Я Машку люблю и всяким уродом отдавать ее не намерен. Поняла меня, подруга закатычная? Отдай ноутбук. Отдай сюда. Ну ты посмотри, а. Трубку не берет. Включила почту голосовую. Ну вот где она? Ну где, где? Она в торговом центре. Вера, ну ты же понимаешь, что бывает, когда родители в таком нервном состоянии, как ты сейчас, пытаются поговорить с своими детьми и ничего толком не знают, чем все это заканчивается. Знаю. Моя вообще распсихуется и из дома уйдет. Ну а кто ее примет? Катя? Может быть, это Денис или дядя из интернета. Ты пойми, мы же не альменщик Алоэ. Тут все гораздо серьезнее. Действовать надо очень деликатно. И Маш, что ей нужна помощь. И что ты предлагаешь? Ну, для начала поговорить с Денисом. Если Денис забудет про долг, то твоей Маше будет нечего ему доказывать. А если не забудет? Ну, Вер, во-первых, я смогу быть убедительным, это раз. А во-вторых, ты же говорила, что ты не виновата. А что это за любовник из интернета? То есть ты хочешь, чтобы мы и с этим разобрались? Ну, Рома говорит, что сегодня Маша встречается с спонсором. Зовут его Глеб. Тебе это именно знакомо, Нина? Глеб? Нет. Я не знаю, что делать. Алексей Викторович позвонил Денису и представился адвокатом. Денис назначил встречу в квартире, где он делал ремонт. А чего Вера сама мне не позвонила, адвоката прислала? Ну, я думаю, для этого адвоката нужен. Если я правильно понимаю, у вас с Верой Ивановной возникло, ну, некоторое недоразумение. Да забыл ей позвонить. Я сегодня утром все разрулил, так что ничего больше ей платить не нужно. Я думаю, это, кстати, было известно с самого начала, почему сразу ей не позвонили, не сообщили. Забегнулся. Секунду. Вера Коржикова подозревает, что ее дочь Маша беременна от своего друга и собралась тайно избавиться от ребенка. В результате наблюдения за Машей детективам удается выяснить, что Маша разместила в интернете объявление, из которого понятно, что она готова продать свою девственность и стать содержанкой богатого мужчины. Привет, да, я здесь ремонт делаю. Ну да, тут заходи. Деньги отдам на днях. А почему не сегодня? Сегодня я буду занят. Очень занят. Ясно? Ясно. Ну, в общем-то, дело ваше, но в таком случае мне нужна расписка, что претензий к работе Вере Ивановне вы не имеете, и вознаграждение за ее работу выплатить в течение суток. Ну, давайте, напишу. Извините, пожалуйста, у меня к вам просьба. Вы не могли бы сначала помыть руки? Ну, не хочу, чтобы документ испачкался. Хорошо. Детектив решил понаблюдать за Денисом и установил скрытую камеру. Красиво. А где работнички-то твои? Да я их на другой объект отправил. Сам здесь кривыряюсь, чтобы клиент не орал, что квартира в расстоянии. Понятненько. Слушай, такое дело. Решил я Машку к себе привезти. А у меня, как назло, родственники солдая приехали. Вот я и подумал, может, ты нас к себе пустишь, а? Ну, что, ко мне домой? Ну, да. Нет. У меня там свой кусок дожидается. Аж проснулась, наверное. Да ты что? Кто такая? Ну, вчера она вот взяли, нашел. Не боишься, что она у тебя что-нибудь сопрет? Куда она с подводной лодки нафиг денется? Я ее поснимать сегодня еще хочу. Слушай, ну, выручай, а? Ну, может быть, у друзей есть квартира, а? Ну, очень нужно. А я тебе Машку-то потом сразу и отдам. Ну, ладно. Есть квартира. Только насчет Машки ты обещал. Заметана? Пошли. Обычно иду, да, расскажу, как проехать. Да, Алексей Викторович, слушаю. Алло, Ром, ты где? Я у кафе Артема жду. Вот-вот должен выйти. Так, все, бросай, все гораздо хуже. Глеб, спонсор Маши, сговорит с Денисом. А Денис снимает какое-то видео любительское. Какое еще видео? Ну, сам понимаешь, наверное, не про кошечек, а собачек. И хотят это дело втравить Машу. Да, есть еще одна проблема. Похоже, Денис кого-то удержит у себя в квартире. Еще одну малолетку, что ли? Я не знаю, это надо выяснить, и чем скорее, тем лучше. Ладно, я все понял, сейчас еду к нему. Все, давай быстрее, у меня на вторую линию Наташа. Алексей Викторович, я не могу ее найти. Маша свернула куда-то за угол и пропала. Ну, ты молодец. А она никому в машину не садилась? Да нет, я не видела. Да не знаю, свернула куда-то, нет ее нигде, кажется. Кажется. Наташа, давай ищи ее, ладно? Роман приехал по адресу, где был прописан Денис Бурдасов. Нет никого, что ли? Роман приехал по адресу. Наташа отыскала Марию Коржикову в парке. Наташа, не суетись, иди себя естественно. Алексей Викторович, а вы-то здесь как? Ну вот, наблюдал за ее спонсором. Видишь, Глеб уже здесь. Тоже наблюдает за ней. Зачем? Ну, может быть, хочет понять, ли это кто-нибудь за ней. Так он опытен в таких делах. Может, он сутенер? Да у него вообще масок много. В данном случае романтичный молодой бизнесмен. Ты приятель Дениса. Никакой он не приятель. А ты что, хотела Дениса пошинковать, да? Издеваешься? Это он тебя прислал? Да никто меня не присылал. Я вообще, можно сказать, здесь случайно оказываю. Чего, квартирку обчистить хотел? Да ничего не хотел обчищать. Говорю, я вообще по-другому делу зашел. Ты-то что здесь делаешь? Лучше не спрашивай, принеси мне из комнаты мои вещи. Я уйти хочу. Так, слушай, я ничего приносить не буду, пока ты не объяснишь, что произошло и что Денис с тобой сделал. Ну-ка, давай рассказывай. Ты знаешь, я вообще думаю, что он либо бандит, который работает по малолеткам, либо наоборот опер, который таких бандитов ловит. Ну, бандит это еще понятно. А оперу-то зачем Маше понадобилось? Ну, сама по суде. На нее можно оформить административное изыскание, отчитаться перед начальством и потом. Для подсадной утки это вообще идеальный вариант. Папы нет, у мамы куча проблем, другой родни тоже нет. Такой девчонке профи все мозги запудрить. Так, вот что. Ты позвони ее маме, а я пойду к ним. Я из детдома сбежала, меня там били. Я хотела к бабушке на Украину уехать, денег заработала у женщины, полы мыла. А у меня все отобрали. Где тебя Денис нашел? В вокзале, я ему поверила. Дальше что было? Сюда у меня привел, накормил, напоил. Я немножко вина выпила. А потом, он ненормальный, он все на видео снял. Сказал, что если кричать будут, он бабушке покажет и в детдом отправит. Ужас. Тебя хоть как зовут-то? Лена. Лена, ну а чего ты утром не ушла? Да я только что проснулась. Это у меня что-то подсыпало. Я пыталась дверь открыть, да она не открывается. Я старалась, я хотела в окно выпрыгнуть. Но тут высоко-то еще голова болит, ужасно и кружится. Телефона у меня нет, я стучала с соседями, но меня никто не слышал. Дай-ка я ножик заберу. Давай, давай. Ты главное не волнуйся, слышишь? Мы его обязательно накажем. Я из детективного агентства, вери мне. Хорошо? Алексей Викторович, в общем у меня тут ситуация такая, пикантная. А я вообще не знаю, что девочка у него в квартире делает. Он же ключи от квартиры Денису отдал. Да ну откуда я знаю? Может у него еще одна квартира есть. А здесь он так, редко появляется. А ты знаешь, я прямо сейчас у Глеба возьму и спрошу. Спрошу, по какому адресу он собрался Машу везти. Ей же завтра утром в школу вставать рано. Угу. Чего? Вы кто? Маш, я честно таки, твоя мама попросила с тобой присмотреть. Знаешь, ты с ним зря связалась, не самая лучшая компания для тебя. Маш, не обращай внимания, этот человек ненормальный. Маш, взгляни. Вот эта расписка Дениса, твоя мама ему ничего не должна. И ты не должна идти с этим человеком. Так, урод, ты что мне операцию портишь? Я тебя посажу, понял? Это что, полистейский, что ли? Да, да, сидеть! Я думала, ты настоящий. Ты был единственный нормальный человек, который мне написал. Но ведь ты умная девочка. Ты же любишь азарт, риск. Денис твою маму обидел, а мы его посадим. Да пошел ты. Аля, отдел собственной безопасности? У нас проблема с вашим сотрудником, да. Стоять, вы задержаны. Слушай, ну ты стол-то убери. Одевай. Маш, подождите, я из частного детективного агентства. Давайте я вас домой отвезу. Я вас видела сегодня. Да, я присматривала за вами. Ваша мама попросила. Мама? Я должна ей позвонить. Что я наделала? Между прочим, не имеешь права ты меня задерживать. И наручники применять тоже. Я ничего такого не совершил. А нефиг было чужие разговоры слушать. И в чужое дело лезть, понял? Так что поехали. А вот нечего было девчонку несовершеннолетнюю использовать в своих делах. Это точно. Жизнь ей может все испортить. Да уже нет. Спасибо тебе. Вера Коржикова подозревает, что ее 16-летняя дочь Маша забеременела от своего бойфренда и скрывает это. Проследив за девушкой, детективы выясняют, что Маша искала принца на белом коне, но оказалась втянута в опасную интригу, которая может сломать ей жизнь. Я ведь все просчитал, понимаешь? Я их вычислил. Ты про Машку хотел поговорить. Откуда ее знаешь? Ну как откуда-откуда? Из интернета. Ты мне лучше вот что скажи. Вот за что ты ее мама наштрафовала? Она что, запойная? Да нет, нормальная. Вообще не пьет. А ты чего такой осведомленный? Машенька мне сказала. Давай я рассусоливать не буду. Мне все понятно. Тебе сейчас тоже будет все понятно. Ты о чем? Давай так реши. Ты ее маман этот липовый долг прощаешь. Я с Машкой сплю. И затем отдаю ее тебе. А ты с ней хоть фото снимай, хоть видео. Да ты че милишь? Она от меня шарахается. Да нет, это сейчас шарахается. А я сделаю так, чтобы она сама к тебе пришла, понимаешь? Сама. Идет? Ну я-то в принципе не против. Ну ты-то че заутишься? Тебе чего? В интернете шалаф мало? Сам-то че к ней привязался, а? Вот это и оно что. Маша-то у нас девочка домашняя, чистенькая. Ну понимаешь, вот решила свою невинность продать. Обещала верной быть, прикинь. Про долг я забыть готов. Ведь ты не забудь, что обещал. Ну вот и договорились. Ты что ж, в доверие к Денису втершься, что ли? Ну да, у них там целый клуб был на этой квартире. И ключи у меня уже от этой квартиры были. И взял бы я всех этих извращенцев, если б не ты. А девчонку несовершеннолетнюю ты все равно не имел права использовать. Что, у вас сотрудниц в розыске не хватает, что ли? Да запал он на эту Машу, запал. Зацепила она его. И через нее я бы всех их взял. Угу. Ну, получил бы ты звездочку на погоны. А Денис бы стал твоим информатором. Премию тебе в бухгалтерии бы дали. А жизнь ты девчонке взял бы и сломал? Слушай, ты из нее дуванчик-то не делай. Она, между прочим, сама решила продать свою невинность совершенно незнакомому мужику за 150 тысяч. И цену, между прочим, сама назначила. Она мать спасала, по глупости. А ты решил этой глупостью воспользоваться. Кто это нам звонит? Отдел собственной безопасности. Перезванивает. Ну, теперь ты ему расскажи про то, что все методы хороши. Заодно поясни, сколько лет этой девочке. Блин. Маркелов слушает. Да не разлюбила я тебя. Мне просто стыдно было после этого всего с тобой встречаться. Понимаешь? Здравствуйте. Здрасте. А мы вот отношения выясняем. Ну, это понятно. Я думаю, что это потом. Ты лучше расскажи, что вчера было. Да что вчера? Все нормально. Приехали мы в областное управление, я в наручниках. Сначала в кабинет Глеб зашел, потом меня позвали. Потом Артем приехал, привез ноутбук Маши. Вот, собственно, все. Скандал был? Да наплевать на него. С вами-то как? Да со мной все в порядке, не переживай. Маша, ты не проси помощи у незнакомых людей. Особенно в интернете. Если семейная проблема, ты в семье ее решай. Поняла? Поняла. И я тоже часть семьи. Поняла? Не знаю. Спроси у моей мамы. Ладно, пойдем на кухню, пусть разбираются. Глеб получил самое строгое дисциплинарное взыскание. В отношении Дениса возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Лена живет у бабушки. Маша и Артем снова вместе. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Денис Ситович. Денис Ситович. Денис Ситович. Денис Ситович. Да, конечно, интересно. Здравствуйте. Это детективное агентство? Здравствуйте. Вы должны мне помочь. Понимаете, в моей жизни происходят какие-то странности. Понимаете? Знаете, я пока еще ничего не понимаю, но вы успокойтесь. Давайте познакомимся. Присаживайтесь. Меня зовут Оксана Егорова. Я старший менеджер магазина. У меня есть жених Артем. Вернее, был. Мы познакомились полгода назад, а неделю назад подали заявление в ЗАГС. И начались все эти странности. Дело в том, что мы выходили из ЗАГСа, проходили мимо моего магазина. И на меня набросилась какая-то женщина. Так, а что за женщина? Я сама не знаю. Знаете, я ее первый раз вижу. Она утверждает, что я избила ее сына. Но все равно пока ничего не понимаю. Я сама не понимаю, понимаете? А позавчера Артем сказал, что он не собирается воспитывать чужого ребенка. Я поехала к нему разобраться, что происходит. Ты зачем пришла? Ты хочешь, чтобы я не обращался в полицию? Я не буду обращаться в полицию. Пусть это останется на твоей совести. Господи, я ничего не понимаю. Какая полиция? Какой чужой ребенок? Что происходит? Объясни мне. Ты ничего не понимаешь? Ты вчерашний день забыла? Все. Оставь меня в покое. Все, уходи. Я сама не понимаю, что происходит. Понимаете, кто-то выдает себя за меня. И меня подставляют. Понимаете, меня пытаются свести с ума. Ну, а как вы думаете, кому это вообще надо? Вы что, наследница какого-то большого состояния? Вы кому-то очень сильно навредили? Да нет, у меня даже врагов нет. Я не знаю. У меня, простите бога ради, мне надо уже на закупку бежать. Я вас очень прошу. Ну, помогите мне. Ну, езжайте ко мне домой. Ну, поговорите, ну, разберитесь. Ну, пожалуйста, ну, сделайте что-нибудь. Помогите мне. Значит так, надо бы найти тех людей, которых якобы обидела клиентка, и поискать эту женщину у магазина. А как ее найдешь-то? Ну, я посмотрел по карте рядом с магазином школы. Может, она ребенка в школу забирала? То есть я вот буду ходить, всех мамаш спрашивать. Это не вашего сына избили месяц назад? Да они меня в психушку сдадут. Там, кстати, наши клиентки, по-моему, тоже самое место. Не, ничего подобного. Я пробил ее по нашей базе. Она ни на одном учете не состоит. Так, ладно. Поезжайте в магазин, поговорите с коллегами Оксаны. А я к Артемам. Так что там Оксана вам наговорила? Зачем наняла вас? Ну, скажем так, для того, чтобы выяснить, что с тобой случилось. Так не вас надо было нанимать, а адвокатов. Ненавижу тебя! Ты не смеешь так со мной поступать! А ты уверен, что на тебя Оксана напала? А кто же еще? Знаете, в принципе, Оксана не такая агрессивная. Ее в последнее время как будто кто-то подменил. Значит, ты ее не очень хорошо рассмотрел? Знаете, как-то нет. Я сразу сознание потерял. Но это была явно одна. Она мне отомстила. За то, что я порвал с ней. И у меня была на это причина. Так, а что за причина? Позавчера я узнал, что она беременна. Не от меня. Артем, Оксана уже уехала, просила тебе передать. Артем, не хочу тебя обманывать. Я жду ребенка, но этот ребенок не твой. Артем, мне жаль, но ты бесплоден. Оксана приносила твой образец. И он не жизнеспособен. У нее был любовник, другой человек. Ты детей иметь не можешь. Надеюсь, ты примешь это. И все между нами останется по-прежнему Оксана. А кто вот этот врач, который конверт передал? А, ну, Зина, гинеколог. Ее лучшая подруга, одноклассница. Кстати, она меня и познакомила с Оксаной. Она-то и познакомила. Лучшая подруга. Слушай, а до Оксаны ты за Зиной не ухаживал, нет? Ну, ничего особенного. В принципе, ничего серьезного. Значит, получается, что ты уверен, что и напала на тебя, и записку написала Оксана, да? Теперь уже нет. Да вы знаете, ну, и одета она была, как в кино. Терная куртка, джинсы, очки темные. Я никогда у Оксаны такого гардероба не видел. Семен, так что все-таки произошло-то здесь? Ну, я же не слепой. Я сам видел, как она всю одежду позбрасывала, и я потом полдня разбирался с этим. То есть видели и не остановили? Ну, во-первых, она моя начальница. Во-вторых, она как-то все странно подстроила. Дело было около десяти вечера. Я шел в магазин и заметил свет. Начал смотреть, это была она. Именно Оксана или кто-то на нее похожий? Да кто на нее похож-то? Я поговорила с Галиной и с ее подчиненными. Ну, в общем, все утверждают, что случайно задели Оксану. Но умстила она им вполне направленно. Зина! Она же лучшая подруга Оксаны. Они даже чем-то похожи. Но зачем Зине мне гадить? Или ты ее Оксана попросила? Наняла, так сказать. Алексей Викторович приехал к матери Оксаны. Валентина заметно нервничала. Она утверждала, что весь вчерашний день и вечер Оксана провела дома. Моя Оксаночка такое вытворять не может. Она тихоняя и мямля. Да вы поверьте, мы не думаем на вашу дочь. Просто мы ищем человека, который по каким-то причинам выдает себя за вашу дочь. Ну да. Ты такой, что за выдумки вообще? Ничего же криминального не случилось. Ну, если вы считаете, что нападение на жениха Оксаны – это не криминал, то... Да моя девочка даже за себя постоять не может. А вы не покажете мне ваши семейные фотографии и еще такая просьба. Можно осмотреть комнату Оксаны? А зачем? Я же вам сказала, что Оксана тут ни при чем. Нет, ну конечно, если вам надо, конечно, пожалуйста, осмотрите. Но только это зря. Вы там ничего не найдете. Ну и все же. Прошу. В комнате Оксаны не нашлось ничего, что могло бы натолкнуть на разгадку. Черной одежды, в которой неизвестная девушка напала на Артема, в гардеробе Оксаны не было. А вы не знаете пароль от компьютера дочери? Нет. Вы мою комнату тоже будете осматривать? Если надо, то, пожалуйста, пойдемте. Нет, нет, я думаю, не стоит. Спасибо вам большое. Все, я закончил. Поведение Валентины показалось Насонову странным. Он решил установить в квартире Егоровых камеру наблюдения. 11 лет. Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана безуспешно искали своего соотечественника. На родине мужчину подозревают в многочисленных преступлениях, а задержали его в Москве. Но вот выдавать коллегам не спешат. Я камеру в квартире у Валентина установил. Надо проверить запись. Зину нашли? Да нет, дозваниваемся. Думаю, нет, мы проверяли. На работе тоже. Она еще вчера отпросилась на пять дней за свой счет. О, у Зинаида гудки пошли. Алло, Зинаида? Здравствуйте. Вас из ЖКХ беспокоит? Зинаида Ревхева сообщила, что находится в соседнем городе на свадьбе сестры уже больше суток. Я вас понял. Хорошо, спасибо. Это все надо проверять. Давай, поезжаем. Чуть-чуть сразу косой. Давай, давай, без разговоров. Алексей Викторович, мне кажется, вам нужно на это посмотреть. Девушка, скажите, пожалуйста, как я могу найти человека, который живет в другой стране? Зовут Степан Лишенко. Да, да, да. Так, быстро найди этого Степана. Уже ищу. История становится все страннее и страннее. Ну ладно, у Зины есть мотив нагадить Артема. Но остальные-то здесь при чем? А, кстати, вот интересный перевертыш выходит. Вроде как месть за Оксану, а выходит, что месть самой Оксане. Через несколько часов Федор приехал в соседний город и встретился с Зиной. Чем я так досадила ЖКХ, что меня аж в другом городе дергают? Ну, если я что-то неправильно посчитала, я заплачу. Давайте свою квитанцию. Вы знаете, у меня к вам немного другие вопросы. По поводу Оксаны. Господи, пожалуйста. Что-то случилось? Она что-то натворила? Не она, а вы. И нам это совершенно точно известно. И что мне за это будет? Это они вас наняли? Давайте мы с вами договоримся. Вы сделаете вид, что меня не нашли, а я вам просто заплачу. Нет. Тут видите как, или вы мне все рассказываете, или я звоню в полицию. Оксана Егорова попросила детективов разобраться в странной ситуации. Некая девушка, похожая на Егорова внешне, выдает себя за нее и устраивает разного рода неприятности всем, кто так или иначе обидел Оксану. Под подозрение попадает Зина Арефьева, лучшая подруга клиентки. Порща чужого имущества, нанесение телесных повреждений. Какие повреждения? Я всего лишь хотела поссорить Оксану и Артема. Вот и все. Просто Артем, он мне очень нравился. И я дура познакомила его с этой Оксаной. И она вызвала у меня будущего жениха. Слушай, будешь свидетельницей на нашей свадьбе? А вы что, решили с Артемом пожениться? Послушай, мы заявление подали неделю назад. В общем, я сделала тест и поняла, что я в положении. Ну, так все совпало. Вот. Ну, думаю, буду молчать. А он мне говорит, пойдем в ЗАГС. Представляешь? Ну, я пока ребенке не говорю, думаю, после свадьбы скажу. Знаешь, сделай, пожалуй, УЗИ. Я тебе сейчас направление выпишу. Хорошо. А я у тебя сумочку оставлю, ладно? Давай. Вот тут я и решила их поссорить. Ну, я понимаю, да, что это бред, глупость. Но меня такая злоба душила. Ну, просто ужасная. Понятно. А где вы были вчера вечером? Ну, здесь, на свадьбе у сестры. Извините. Алло. Да. Да. Что? Господи, Боже. У меня квартира сгорела. Что? Квартира сгорела. Так, я вас подвезу. Алексей Викторович, мы возвращаемся в город вместе с Зиной. Угу. Угу. Ну, все, я понял тебя. Вот. Лишенко Степан Леонидович, однокурсник Валентины Егоровой. Они вместе учились в Питере. После института вернулся домой. Теперь это ближний зарубежье. Странно, с чего бы она именно сейчас решила его найти. Ладно, давай по домам, камеру поставь на записи. Хорошо. Вы меня извините, я вчера так замоталась на закупку, что забыла включить телефон. Оксана, у меня к вам есть несколько вопросов. Скажите, такое имя Степана Лишенко вам о чем-нибудь говорит? Нет, я такого человека не знаю, извините. Я хотел вам кое-что рассказать, но вот о вашей ссоре с Артемом. Послушайте, если бы о том, как моя лучшая подруга Зина устроила подставу с ребенком, то я все знаю, мне Артем рассказал. Он ждал меня у моего дома. Ну, я надеюсь, вы помирились? С кем? С Артемом? Нет. Знаете ли, мне такой предатель не нужен. Человек, который верит в любой подставе. И потом, кстати, он утверждает, что я его избила. Как вам это? Вы можете это представить? Нет, нет, нет. Зинаида тоже не сделала ничего, кроме вот этой попытки вас поссорить. Это мы точно знаем. Да? Ой, елки, у меня болит голова. Послушайте, я опаздываю на работу. Все, до свидания. Привет. Привет. Как же я устал, а? Считай, всю ночь за рулем. Зина до сих пор в шоке, что ей квартиру подожгли. Ты уверен? Я-то что? Дознаватель пожарный говорит сто процентов. Поджигатель как-то проник в квартиру, полил все легко воспламеняющейся жидкостью и оп. Подожди, а как поджигатель в квартиру-то попал? Без понятия. Камер наблюдения в подъезде нет. Его никто не видел. В общем, никаких концов. Здрасте. Доброе утро. Алексей Викторович, я вот тут подумал, может, эту мстительницу спровоцировать как-нибудь? Да, но провокация должна выглядеть очень натурально. Так, попробуем эту тетю еще раз поискать. И вечный бой. Какой нам только снится. Алексей Викторович, посмотрите, это сейчас у Егоровых в квартире происходит. Виктория Викторовича. Я тебя искала. Ты меня искала? С чего это вдруг у тебя ко мне интерес? Прошло столько лет. Зачем ты здесь? Почему ты здесь? Извини, извини. Не то я говорю. И не затем я приехал. Дочь. Я хочу ее видеть. Ну, нет. Валечка, как ты жила все эти годы? Мам, я забыла папку с отчетом. А это кто? Оксана. Мам, что происходит? Вы кто? Я твой отец. Оксана, не слушай его. Мам, я ничего не понимаю. Кто, что происходит? Кто это? Ёлки-моталки. Как у меня плохо. У меня голова болит. Так, короче, я требую объяснений, мать. И быстро. Что происходит? Я твой отец. Но Валя, твоя мама. Это она решила, что нам нужно расстаться. Я ничего не понимаю. Почему этот Степан вдруг приехал? Да, интересное кино. Но почему? Почему ты раньше меня не искал? Оксана, но это было условие твоей мамы. Оксаночка, я хотела, чтобы было как лучше. Он наставил на том, чтобы я уехала. А я не собиралась никуда ехать. Ни в какую-то другую страну. Он и хотел, чтобы я сделала аборт. А я не хотела делать аборт. Не хотела с ним никуда ехать, Оксаночка. Вот теперь он ты. Да объясните вы. Что-то у тебя. Толком объясните мне, пожалуйста. Да. Я ее просила сделать аборт. Потому что я ее предупреждал. Потому что... Так все. Я опаздываю на работу. Я тебе долбаню. Зачем ты приехала? Ну ты же меня искала. Да, я искала, искала. У тебя еще есть дети? Да. Поэтому я и приехал. Мой сын Максим. То, о чем я тебя предупреждал. Максим Лишенко. Быстро проверь. Так вот есть. Лишенко Максим Степанович. Судя по данным белорусского МВД, был задержан неделю назад в Гомеле по подозрению в серии жестоких убийств. Сдается мне, Валентина-то очень даже в курсе всего происходящего. Сколько мы... Здравствуйте. Я помощник детектива. Не подскажете, вот эта женщина вам не знакома? Тем временем Федор пытался отыскать женщину, обвинившую Оксану в нападении на ее сына, но поиски зашли в тупик. Алло, Ань. Не могу я ее найти. Возвращаюсь я в офис. Мало того, что тебе куртку вармали. Подожди, подожди. Это когда-нибудь прекратится? Нет, он... Извините, пожалуйста. Не помощник детектива. Скажите, вам вот эта женщина не знакома? А, ну да. Это вот она моего охламуна уделала. Я сына из школы встречаю, немного опоздала в этот день. А она чисто ненормальная. Как броситься на него. А вы уверены, что это была именно она? Слушайте, ну я же не идиотка. Я бы сразу пошла ругаться. Но мне еще дочку из школы забирать. Ну ее, она психичка какая-то. Алло, Алексей Викторович. Сейчас, извините, одну секундочку. Подождите, пожалуйста. Алексей Викторович, нашел я эту женщину. Она опознала нашу клиентку. Ага. Ага, хорошо. Все, понял, спасибо. Простите, а как вас зовут? Раиса. Раиса, нам очень нужна будет ваша помощь. Да, слушаю. Ну я выяснила, как проходит эта оптовая закупка. Короче, Оксана моталась по разным складам и фабрикам города. Потом они устраивали распродажу оптовикам. Оксану видели везде, но у нее была возможность. Ну вот, Алексей Викторович. Алексей Викторович, ну все нормально. Раисе задачу объяснил, камеру на сумке закрепил. Убожаю детективы. В общем, я должна пойти, вывезти ее из себя. Ну, вы знаете, я с этим справлюсь отлично. У меня свекровь и трое детей. Так что я это умею. Ну, я пошла. Так, где это ваша администраторша? Там, а что? Ну подождите, если у вас какие-то претензии, я вам могу помочь. Подождите. Сына моего морды обоспать, значит, да? Я иду жаловаться. Что вы себе позволяете? А, это вы опять. Что вам нужно? А то ты не знаешь, что мне нужно. Мне нужно компенсировать затраты. Куртка порвана, учебники порваны. Я сначала промолчала. Но потом я решила, что это неправильно. За все надо платить. Послушайте, вы меня путаете, понимаете? Меня все с кем-то путают. Ну, как вам это объяснить? Слушай, мой муж боксер. Завтра он возвращается со сборов. Он из тебя котлету сделает. А сейчас я пойду жаловаться твоему начальству. Я тебе жизнь испортию, поняла? Пойдем. Тебе деньги нужны? Да. 200 тысяч. И сейчас же. Пошли. Некая девушка, внешне похожая на Оксану Егорову, выдает себя за нее и устраивает разного рода неприятности всем, кто так или иначе обидел Оксану. Детективы выясняют, что подруга клиентки, Зина, действительно пыталась поссорить Оксану с женихом, но ко всем другим случаям она не причастна. Я это спрятала, когда детектив в дом пришел. Вот думала, сбегаю быстренько, на помойку отнесу это. А что это такое? Да я нашла это в шкафу у Оксаны. Как после того, как она напала на Артема. Откуда она этот ужас взяла? Она же не носит этого. Мой сын маньяк. С Оксаной тоже проблемы. Я ведь говорил, что я не могу иметь детей. Шизопрения передается через поколение. Да, да, да. Я тебе не поверила. Ты уверена, что это она? Послушай, увези ее, а? Ведь она же твоя дочь. Забери ее, пожалуйста. Забери ее, пожалуйста. Его надо лечить. Алексей Викторович, ну это просто невероятно. Аня передала Насонову новую информацию. Дом моей подруги находится 50 метров отсюда. Машина туда не пройдет. Пошли пешком. Я никуда не пойду. Тебе деньги нужны? Пошли. Пошли, пошли. 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 Поехали. Вдохни, стварь, у тебя. Вдохни, стварь. Все, 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 спокойно, спокойно, тихо. Все, спокойно, я вам помогу. Это вы? А что случилось? Где мы? Вы не волнуйтесь, я вам полагу, отвезу домой. Все, ты машину у Оксаны тогда отгонишь, поставишь около ее дома. И Раису отвези, пожалуйста. Извините нас, пожалуйста. Спасибо. Да я не в обиде. Я же знала, что вы рядом. Ой, рядом. Как мне голова болит. Что с Оксаной? Ой, не могу. Оксана? Оксана Мямля. Ее надо спасать. А меня зовут Ника. И я ее защищаю. Ее, ее ребенка. Понятно? Она обо мне ничего не знает. И знать ей не нужно. Верно? Конечно, конечно. Пойдемте. Пойдемте. Синдром множественной личности. Ну или раздвоение личности. Это заболевание известно психиатрам давно. Удивительно только то, что у Оксаны это проявилось в таком же взрослом возрасте. У нее и в детстве были странности. Ну особенно, когда ее вот в школе обижали. Но потом это прошло. Валя, Оксана больна. Это наследственный ген. Да, да. Психиатры тоже так считают. Это передается по наследству. В общем, на фоне беременности у Оксаны появилась вторая личность. Ника. Которая за нее мстила и защищала ее. Оксана находится на лечении. Врачи считают, что у нее есть шансы на выздоровление. Степан и Валентина поженились. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok